Сейчас в неправильную сторону напрямую. Я вам как бы выдам вкратце ситуацию и как в будущем все это решать. Вот есть ситуация де-факто. В прошлом много потребителей были в каждом доме. От того и отталкивалось распределение затрат со стороны потребителей. Так получается. Но в связи с тем, что пошла такая тенденция, то есть, конечно же, закон есть закон, права есть права, есть свободы. Определенные жители домов, они собрав согласие других жильцов дома, отключились от центрального отопления и подключить в себе автономное отопление. Конечно же, практически получается, что из этого жилого дома уже меньше потребителей от центрального отопления. И, конечно же, уже в финансовом плане, по плате ежемесячно, уже повышается вот эта марш. Есть случаи, вот есть двухэтажные дома, еще эти старые, трехэтажные, в зависимости от того, есть пенсионерки, старушки, инвалиды, которые у них нет возможности отключиться от центрального отопления, установить в своей квартире автономную. Но все остальные жители отключились, подключили автономную, и получается, основная масса оплаты идет на эту старушку. И они показывали мне эти фактуры на 10 тысяч лет, на 15 тысяч лет. Скажите мне, пожалуйста, вот какую тактику на будущее, или вдуматься в эту ситуацию, исходить из чего-то? Есть выходы из этой ситуации? Как должно шло этого вопроса? Потому что в эту тактику должны больше совместно быть примария, конечно, и теплооснабжающие организации, и управляющие жилфондом. У нас должна быть какая-то политика в этом вопросе. Если сейчас, вы все видите по телевидению, поднимается вопрос, и социалисты, именно там, Комарова сказал, что можно понизить даже на 20%. Вы знаете, я согласен. Можно понизить это, если вернуть потребителя, который был подключен. Это имеется в виду и общественные здания, и государственные, и муниципальные, и жилье. И тепло. Тепло у нас, почему цена на тепло одна и та же, а стоимость в каждом доме разная. У нас есть дома, в которых стоимость метра квадратного 9 лей 68 бань, средний за отопительный сезон. Потому что потребителей в этом доме больше. Да, и 100 квартир-3 квартиры в этом доме отключены. А есть, у которых 40% отключены, и стоимость 26 лей. Он получает одинаковое количество. Совершенно верно. И было бы интересно, если бы, например, была информация более четкая, было бы всем. Те люди, которые говорят, что он поставил автономку и ему дешево руководят. Взять информацию, сколько газа надо было потребить для потребления 18 градусов получения, и сколько газа он потребляет. Он говорит, что ему экономно. Так экономно, потому что живет за счет текста руководства. Вот вся информация в этом. Ну, не только в этом. А причина, почему люди отключаются? Потому что тепло было некачественное и несвоевременное. Люди же не просто так, люди же не просто так, чтобы потратить тысячу евро, чтобы просто так... У вас есть норма и правила, по которым вы выдаёте автономки. Не более трёх настоят. Я вам покажу, где 6 отключены, где 7 отключены и выданы вами разрешения на автономку. До этого был гидравлический расчет сделал? Опять ссылка на норму. Не, ну люди же не просто так кратили. Была же причина, почему не отключались. Скажите, вы когда получили свою квартиру, у вас по проекту было предусмотрено определённое количество радиаторов, определённое количество там должен конвектор был или что. Каждый человек, вот у нас именно молдавское, это по металлоге, он получил своё жильё, он значит, я хозяин, я имею права, я делаю всё, что хочу. А потом оказывается, что он вместо того, чтобы имел 30 секций и имел свои 20 градусов, он ставит 50 секций, имеет 30 градусов и открывает форточку, а тот на первом этаже не получает тепло. Виноват в этом кто? Теплоснабжающая организация? Мы даём параметры, любая точка города, по приборам учёта мы даём одни и те же параметры, они видны. Почему тогда в одном доме холодно, в другом тепло? Жильё, наверняка каждый житель делает, что хочет. То есть, вам на том моменте, когда началось массовое отключение, нужно было работать с людьми и показать им, что не стоит это делать, или доказать, почему у них холодно, потому что у соседа дополнительные батареи. А ну пошло с вами тёк, и всё это пришло к тому, что в комплекс... Факт, который сказал Иван Сергеевич по поводу самовольного добавления радиатора, значит, есть Киевская 44, Киевская 46. У нас были очень большие и судебные премии, и всё, что хотите. Значит, квартира посредине, при норме 5 секций радиатора, значит, у неё стояли 24 в одной комнате, и 18 в другой. Она ходит постоянно, счётчик был у них на балансе, прикрывая чуть-чуть, что ей душно, соседние квартиры мёрзут. Когда мы пришли с бумагой, так, что необходимо снять батареи, значит, она подала на суд, что пришёл Ромьян, и хочет, чтобы я снял государственные батареи. Говорю, государство не могло ставить столько. Мой отец поставил. Ну, так, твоего отца нету, сними батарею, поставь. Всё же заставил, сняли радиаторы, и дом сбалансировался. Стал меньше потреблять, и этот самый, скажем так, для того дома, если они брали тона 800, сейчас они 700-800 метров теплоносителя берут в час. И уже цена пришла близко к норме. Значит, есть дома двухэтажные, у нас их очень много, эти старые построили, где разводка подачи идёт по чердаку. Значит, на тех домах, если... Что мы сделали вот этим старушкам, как мы говорили? Мы сняли им щётчик, теплощётчик. Потому что щётчик показал по 34 лилей в квадратном метре, когда в других 16, 14. Потому что грели, чердак, они не изолированы, они внутренние сети, дом приватизированы, всё ихнее, никто ничего не хочет делать. Они хотят дешёвое тепло, это самое, ну, на внутрянках, они не хотят ничего делать. Значит, имеем, может быть, ещё сюда обратиться, советское 21. Они имеют перед дом, элеватор на улице. Значит, мы заизолировали, ихние дети прыгают к этой изоляции, всё разорвали, они звонят, выхода заизолируют. И что, вашим детям нечем больше обладать? Ваши сети, будьте добры, изолируйте, будьте меньше теплоим. Ну, в этом комплексе много проблем, много вопросов. Я просто поднял ситуацию, от которой, конечно же, надо немножко более так чепетильно присмотреться, к которой надо присмотреться. И какой-то выход из ситуации всё-таки. Я не уверен, что за неделю-две мы найдём выход из ситуации. Но каждый, который хотя бы частично занимается деятельностью по теплоснабжению, хотя бы внёс свои предложения, как можно, как видеть выход из ситуации в комплекс. Если возможно, все наши представители служб, предприятий, которые занимаются непосредственно на этом, даже представители Белцгаз, могут какие-то видения концептуальные предложить, чтобы потом создать какую-то рабочую комиссию, чтобы предложить или поменять что-то в законодательстве, на право решения правительства или другие нормы. То есть, по-любому, в конце-концов, вся проблема, она существует, она реальна. И я считаю, что в конечном итоге страдают наши старики. Это самое главное.